Испокон веков почтовая связь занимала важную роль в обмене информации и общении людей на расстоянии. Первое почтовое сообщение было отправлено порядка 5000 лет назад в Месопотамии в виде запечатанного глиняного письма. С этого момента по всему миру началось постепенное развитие почтовой связи. В Киевской Руси уже в 10 веке существовал повоз. Натуральная почтовая повинность или обязанность населения предоставлять лошадей и корм для княжеских гонцов и слуг. Огромный вклад в развитие почтового дела в России внес Петр I. Его реформы привели к тому, что почтовая связь появилась во всех главных городах страны. Были открыты первые почтоматы и почтовые конторы, появилось слово почтальон, а для обслуживания армии была создана военно-полевая почта. В 1857 году появились почтовые марки и корреспонденцию можно было отправлять просто через почтовые ящики, которых к концу 19 века в стране насчитывалось более 15 тысяч штук. При Николае II почтовая служба получила свой автопарк и сроки доставки корреспонденции значительно уменьшились. После революции в 1917 году был основан Народный комиссариат почт и телеграфов, а с 19 по 21 год в стране была введена бесплатная пересылка писем и почтовых карточек. За годы Первой мировой и гражданской войны почтовое хозяйство пришло в упадок. Однако в 20-х годах прошлого столетия почтовые маршруты были восстановлены и возобновился международный почтовый обмен. Главным показателем качественной работы почты является скорость доставки корреспонденции и ее сохранность. А с этим всегда были проблемы. Одни почтовые отделения работали как часы, а другие в это время тормозили весь процесс. В 20-е и 30-е годы прошлого века в СССР существовала хорошая практика. Если какое-то почтовое отделение отставало по срокам доставки писем и посылок, и не укладывалось в принятые нормативы, то над входом в это отделение появлялся переходящий позорный Орден Черепахи. А рядом с ним вешали плакаты с соответствующими пояснениями. Орден Черепахи, почтово-телеграфной конторе, зарабские темпы в ликвидации производственных прорывов и плохую постановку шефской и военной работы. На соседнем плакате перечислялись недостатки, которые необходимо было устранить до определенной даты, и тогда Орден Черепахи с отделения будет снят. Этот метод оказался действенным, и работники почтового отделения, не выдерживая насмешек народа, значительно повышали темпы и качество своей работы.